девчонки сижусь делаю сейчас себе маникюрчик решила сделать вот белым лаком не знаю как будет поношу посмотрим и конечно немного у меня есть такие вот затеки но потом как лак высыхает я в общем их убираю и получается в принципе все нормально все хочу себе специальный такой лак купить от затеков которых наносишь вокруг получается ногтя и потом снимаешь как резиночкой такой пленочкой и нормально все но я думаю для домашнего маникюра сама себе в принципе пойдет сейчас я вот это конечно все уберу и потом вам покажу конечно как все будет смотреться вот остался еще и ноготь и правая рука правую руку конечно труднее делать самой себе может приходится левой рукой работать вот делаем маникюрчик себе все-таки я нашла силы и нашла время сесть мои ушли в общем сейчас на горку кататься у нас тепло но ветер тает все но ветер но все равно они пошли на горку покататься немножко вот пока их нет я делаю себе маникюрчик и смотрю телевизор пришли в алтендар сейчас покупаем продукты смотрю колбасу для пиццы сколько разнообразия у нас тут какую хочешь выбирай взяли мороженое взяли фунчозу первый раз никогда мы не пробовали это рисовая лапша в общем будем пробовать сделано корейцами а не китайцами видишь здесь написано что нужно залейте водой на 7-10 минут в общем даже есть тут смотреть чем чем приправа для фунчоза мы не купили надо купить заправить было бы еще вкуснее ладно попробуем одну и вот такие вот коробка здесь есть сливочная и шоколадная это я себе взяла такую шоколадку пористый шоколад белый вкусные наверное печеньки как обычно огромный сок яблоко персик огромный сок яблоко персик да и вот эти а это мы с фильмом будем кушать мы не его с фильмом когда фильм будем смотреть вот будем кушать такие штучки сейчас еще один спагетти наши любимые самые хорошие брынзу здесь кусочек на 710 тенге вышел 300 грамм такой кусочек брынзу давно я хотела и купила наконец уголочек говядины для борща мармеладки такие вот червячки классные ну что здесь все из овощей здесь морковка огурцы два штучки и колбаса для пиццы это сервелат барселона лепешку взяли вместо хлеба попробую чипсы для салата вот такой вот я взяла соевый соус чим-чим это для мариновки мяса черный виноград вот этот вот вкусненький пакеты вот у нас соленина всякая и чина для салата прима здесь корейская морковка и грибочки спеклу для борща капуста как я говорила она прям такая маленькая на 230 тенге вышла сыр наш любимый вот такой вот тизельтер вкуснотеева и скумбрию я взяла скумбрию сейчас прям очень-очень вкусно и пластила и пластила наша любимая вот такая вот пластила и кстати одну руку ногтей сделал вторую еще не делал сейчас дети спать пойдут и я буду делать в общем пластила взяли вот сколько много всего так ну и фруктов что мы взяли бананы много-много мандаринов 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 это Турция хорошие вкусные это я взяла фарш куриный так окорочка пять штук буду делить на голени и бедра наминовать отдельно также взяла фарш свиной по чуть-чуть и фарш говяжий в общем-то эти все три фарша я смешаю сделаю скорее всего пельмешки вот тут грудку тоже буду это разделывать все скорее всего заготовка на плов пойдет а вот это две заготовки на маринад получается голени и бедра замариную в разных соусах будем пробовать вот будем заниматься заготовками полупабрикатов в морозилку мурако вот что-то мясо целую зеленую кукурузу и горошек ау, черт так вот такие вот дела сардельки написано орский орск колбасы орске орске колбасы знаю по составу в принципе нормальные вариант приготовленного блюда сардельки молочные написано попробую скажу по моему я где-то слышала что хорошие нужно точно так это не выглядит срок у них есть до 19 января получается молоко для блинов дела хочу сделать мой любимый этот каково имбирь маринованный уже почти три или четыре нами покупаю аппетит придает но и такие вот кубики на этом так но еще не считаем что мы из гаража принесли картошку и лук и все картошка и лук там и яблоки но с гаража принесли больше там ничего что томатный сок бабуль нам передала кстати вкусный у меня томатный сок и я его обожаю в общем вышло у нас 29000 продукты вот так вот девчонки где-то пластила которым я купила вам показываю просто обалденная я вообще люблю пустилу на это просто бомба стоит конечно дороговато но стоит своих денег очень вкусно очень классно я не любитель вообще конфет прям вообще не люблю конфеты у меня от них зубы болят но это не самая главная причина по которой я не ем конфеты еще одна причина потому что конфеты они сильно сладкие я не люблю сильно приторно сладкое с детства причем я не ем конфеты вообще чай сладкий я люблю пить еще чтобы он не был сильно горячим кипятком то есть я вообще в детстве раньше в школьное время и вообще сколько я себя помню я всегда всегда разбавляла чай из крана представляете не то что там кипяченой водой да я могла подойти просто спокойно из крана разбавить чай и пить нормально было а сейчас мы боимся из крана пить воду чё за чё за жизнь непонятно покупаем воду фильтрованную чай я люблю пить сладкий конфеты я не люблю сильно приторные печеньки очень сильно что-то приторные я не люблю есть пустила самое то вот это больно я в общем поставила вариться картофель в мундире хочу сварить сейчас и сделать салат ромашку и со скумбрии покушать налить шампанского все дела улегин кстати зубы то кстати коля купил вчера по моему он покупал но он уже второй раз берет на базаре на центральном на рынке пила орехи грецкие они очень такие классные хорошие общем и внутри тоже их открываешь вообще практически такие плохие орехи не попадаются практически все хорошие по ним и видать принципе что они хорошие цену только я не знаю правда не спрашивал сколько стоит но знаете имейте ввиду грецкие орехи на рынке хорошие вкусные кстати для орехов орехоколка вот такая вот есть вот ее открываешь просто и что орешек вставляешь нажимаешь и она так орешек колит я может даже сейчас покажу поддержишь телефон в общем вот я расколола орех регент учет снимала в общем не наснимала показать вам еще так орешек колется на держи нет на что не нажимая уже на все нажал берем орешек вот сюда мы вставляем здесь кстати можно еще маленькие орешки какие-то колоть видно надо ее смазать она что-то плохо открывается закрывается так вставляем сюда так ну и колем соответственно папа же говорит нужно держать это улетит а в первый глаз улетел все вот он разбился в общем вот так как-то очень легко и просто и не нужно портить двери раньше мы дверьми открывали дверный проем вставляющий закрываешь дверь в общем и в этот не в дверной проем и в общем я два орешка можно сказать за секунду расколотила вот и видите не попался ни одного плохого орешка все орешки хорошие стать эту ореха колку мы тоже по моему покупали в на базаре на рынке мы ее в целом и обычная алюминиевая или в день мы не брали не точно или в день или на рынке и везде можно налить шампанское у нас кстати с нового года осталась не открытая бутылка шампанское там советское что как называется не знаю хотели опять бельбоска купить нам очень понравился но именно розового цвета нигде нету представляете ни в одном магазине нету шампанского бельбоска вообще видно все распробовали нам тоже понравилось вот все кстати с старым новым годом всех с праздниками уже можно сказать прошедшими вот но мы тоже будем отмечать и то что я экзамены сдала и то что не обмывать права я не буду обмывать права я еще не получила мы просто отметим что я сдала все с первого раза вот так чисто посидим чё сидим чё сидим чё делаем чё сидим